Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Гостогаевские встречи. На одной из любимых площадок киношока анапчане пообщались с актерами, посетившими кинофорум. Скейтпарку быть. Совсем скоро на молодежную площадку привезут новые трамплины-горки и начнется их монтаж. С днем рождения. Станица Анапская готовится отметить юбилей. В эти дни большой ремонт начался в спортивной школе «Олимп» в поселке Виноградный. Приступить к восстановлению сгоревшего спортзала поручил глава Анапы. На какие образовательные объекты в ближайшее время будут также выделены бюджетные средства, шла речь на встрече Сергея Сергеева с педагогами. У директора средней школы номер 7 глава Анапы поинтересовался, началась ли подготовка к ремонту бассейна. Да, мы начали очень деловые и очень хорошие. Ольга Егорова, директор спортивной школы «Виктория», поделилась впечатлениями спортсменов и родителей от отремонтированной площадки для волейбола. После ремонта витражей, покрытия пола и косметического обновления, игровой зал как заново родился. Такое же возрождение совсем скоро ждет бассейн «Виктории». И когда вы смогли организовать так работу, что у нас в школе появился Иван Иванович Демченко, и он оказал помощь, конечно, в первую очередь, конечно, муниципальному образованию, наверное, в плане выделения тех средств, которые он там изыскал, какую-то возможность. И действительно, сегодня бассейн уже перестрахуется. Скажу, что он на 65% готов. И к 1 ноября, в соответствии с договором, бассейн будет работать. Спасибо вам огромное за ваше участие. Озвучила Ольга Владимировна и проблемный момент – медосмотр юных спортсменов. У нас родители вынуждены стоять в очередях для того, чтобы ребенку получить допуск до занятий в спортивной школе. К сожалению, сильная в советское время спортивная медицина сегодня забыта, согласился Сергей Павлович, но дал поручение подчиненным решить проблему очередей. «Диспансер мы не оси, потому что в сегодняшней ситуации финансовая, но хотя бы выделить блок для них сегодня начать с того, что обеспечить их отсутствием очередей. Они же готовы по субботам ходить, да? Мы готовы выделить два дня, фиксированные по времени, когда мы без очереди готовы принимать детей спортсменов». Еще одной хорошей новостью стало сообщение о том, что в поселке Виноградный приступили к ремонту сгоревшего спортзала. Поручение главы курорта выполнено, рабочие зашли на объект. «Мы с воодушевлением это восприняли, потому что не решался вопрос никаким образом, а сейчас, видно, все принято решение и работа началась. Огромное за это спасибо. Естественно, коллектив и жители поселка, а в том числе дети, их родители. Хорошо, что это было принято решение именно на линии и когда праздничные обстановки. Правильно, в общем, народ с воодушевлением увидел поддержку власти». Но на ремонте трех объектов работа не остановится, отметил мэр Анапы. Муниципалитет продолжит выделять средства на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. Бюджет всегда был и остается социально ориентированным. Отрасль образования забирает на себя половину расходов городской казны. В рамках юбилейного фестиваля «Киношок» в станице Гостогаевская сегодня прошли гостогаевские встречи. Организаторы говорят, что мероприятие подчеркивает много национальност в фестивале, при этом является, пожалуй, самым демократичным из тех, что проходит в рамках кинофорума. Любимые песни, любимые актеры. Каждый из них приготовил по одному или несколько номеров. На площади перед Дворцом культуры гости и жители Гостогаевской. Это популяризация нашего города-коророта, привлечение дополнительных наших туристов. Но для жителей Гостогаевска и для других сельских жителей, это прежде всего возможность пообщаться с любимыми актерами в таком неформальном подходе, когда можно посидеть где-то с ними вместе за столом. Еще вчера или утром мы их видели в любимом сериале, а сейчас мы можем с ними пожать им руку, пообщаться и спросить, как у них дела, например. Да знаю, я по сериалам всех их знаю, и Грамушкину знаю, и Севчук. Валентина Толокнова переехала на Кубань три года назад из Новгорода. С тех пор Гостогаевские встречи – одно из ожидаемых и любимых мероприятий. Дети как красиво выступают, интересно, и взрослые тоже, песни хорошие, и попеть можно с ними вместе. Песня от Белиси. Киношок уже четверть века объединяет кинематографистов из России, стран СНГ и Прибалтики. Как раз из концепции фестиваля практически сразу возникла идея собираться в Анапе, но не у самого моря, добавив этнических мотивов, которыми богат город-курорт. Вице-президент киношока Ирина Шевчук отметила, что формат Гостогаевских встреч актуален, был и будет оставаться практически неизменным. Это уже как легенда, она передается из ума с места. Кто-то здесь был когда-то, там, как вот Женя Герчаков 25 лет назад, а кто-то никогда не был. И в Москве она сказала, ну Гостогаев, ты обязательно поезжай, как это можно разрушить? А когда первые разы мы приезжали, наши киноведы и кинокритики, и были еще старшие поколения кинематографистов, говорили, о, Пырьев был прав. В кубанских казахах все правда, так оно и есть. Легенду подхватило уже следующее поколение кинематографистов. Актер Илья Аболонков отметил, что мероприятие по-своему уникально. Это потрясающий отдых. Это набор хороших, положительных эмоций. Ну, конечно, да, это некий обмен энергетик. Когда тело отдохнувшее, дух всегда хочет работать. Конечно, что-то прибавляется. В парке каждый сельский округ открыл собственный хлебосольный уголок. Свой жители станицы Благовещенской стилизовали под блиндаж с копиями оружия всех основных участников Второй мировой войны. Бери и снимай фильм. Однако это не реквизит, а дань памяти тем, кто погиб при освобождении Анапской земли. Все дни освобождения как раз сентябрьской. Поэтому решилось сделать не курение, а вот именно блиндаж. Ну, естественно, с элементами казачества. Примерно за час до того, как киношоковцы пришли в парк, Илья читал со сцены Симонова. Никто ни о чем заранее не договаривался. У кинематографистов и станичников куда больше тем для задушевных бесед, чем может показаться. А благодаря самой демократичной кинофестивальной площадке вполне могут появиться те самые новые российские фильмы, о нехватке которых часто рассуждают критики. Не пропустите самые главные события 25-го юбилейного киношока. Завтра в городском театре состоится галоконцерт артистов российского кино. Всенародно любимые актеры представят свои творческие номера, расскажут интересные факты о съемках, споют и прочтут стихи. Начало в 19 часов. В 21.00 на театральной площади показ караоке-комедии «Самый лучший день». Не пустите шанс зарядиться веселым настроением. Кубань получит из федерального бюджета около 64 миллионов рублей на компенсацию взносов на капремонт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, субъектам России в текущем году будут направлены средства для компенсации взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах неработающим гражданам в возрасте от 70 лет. Краснодарский край получит без малого 64 миллиона рублей. Их распределят между собственниками жилых помещений, которые проживают одни или в составе семьи из неработающих пенсионеров. Как мы сообщали ранее, гражданам, достигшим возраста 70 лет, будет компенсирована половина взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Достигшим 80 лет – вся сумма. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Станица Анапская торжественно и ярко отметит знаменательный юбилей – 180 лет со дня основания. К этому событию 10 сентября будет приурочен ряд праздничных мероприятий, которые пройдут в Станичном парке. В 16 часов начнется торжество с днем рождения Станицы Родная с элементами театрализации, истории Станицы и самые значимые вихи. Украшением торжества станет концертная программа с участием творческих коллективов. В 17.30 начнется цирковая программа «Цирк зажигает огни», а в 18.30 стартует детская игровая программа «Казачьей потешки». Для участников постарше в это же время пройдет концерт ансамбля «Приморочка». С половины восьмого до половины десятого молодежная программа с выступлениями эстрадных исполнителей, рэперов и множеством сюрпризов завершатся торжества в 21.30 праздничным фейерверком. Муниципальный этап военно-патриотического конкурса имени генерала Трошева стартует в Анапе 28 сентября. В городском управлении молодежной политики рассказали, что у желающих принять в нем участие еще есть время. Заявки принимают в патриотическом центре «Ратмир». Сами соревнования пройдут в сквере имени Гудовича. Кстати, здесь скоро вновь заработает обновленный скейт-парк. Сейчас это просто площадка, на которой наша молодежь пока занимается только воркаут-спортом. То есть это брусья, это какие-то силовые упражнения. Но все мы, жители города, знаем, что относительно недавно предыдущий скейт-парк сгорел. И глава выразил четкую позицию о том, что скейт-парку в Анапе быть. Именно благодаря этому в кратчайшие сроки были подготовлены все необходимые технические документы и строительные. Сейчас уже отыгран аукцион, определен подрядчик. В настоящее время производится монтаж конструкций. Они монтируются и будут доставляться уже в готовом виде на нашу территорию. Начиная с 20-х чисел сентября этот процесс уже будет виден на нашей площадке. Внимание, экстренное предупреждение. По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, до 11 сентября ожидается пожароопасность 4-го и 5-го класса. Высока вероятность возникновения природных пожаров. Обращаясь к жителям и гостям города-курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костры на приусадебных участках вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова